здравствуйте дорогие люди сегодня с вами будет общаться в эфире не лора шереметьева а татьяна замена ведущего временная лора у стоматолога и думаю что нашему единству душ не помешает ее временное отсутствие в эфире будем дружить сегодня вашему вниманию предлагаю продолжение большой темы слияния двух миров и это будет тот материал который сегодня нами остро востребован итак тема сознание пятого измерения отец-абсолют здравствуйте дорогие мои любимые дети сегодняшнее мое послание будет адресовано тем кто уже переместился своим сознанием на новый уровень бытия находясь еще среди людей дуального мира и речь пойдет о тех из вас кто полностью избавился от стереотипов трехмерного мира и живет так как подсказывает ему душа даже если это идет вразрез с общественным мнением таких людей на земле пока немного и они конечно кажутся стальным странными непонятными их поведение воспринимается как вызывающие и чаще всего встречает осуждение поскольку не вписывается в общепринятые социальные рамки как правило такие люди всегда говорят то что думают даже если это не очень лицеприятные для других вещи хотя они стараются делать это мягко и деликатно такая прямолинейность объясняется тем что они уже не способны приспосабливаться лицемерить говорить людям приятные слова лишь из вежливости чтобы их не обидеть и самим выглядеть хорошими в глазах других они чувствуют всем своим существом что прямота лучше и честнее двуличие и они уже не способны играть по правилам дуального мира когда человек думает одно говорит другое а поступает так как подсказывает ему его практически у что уже вошло в привычку для большинства людей трехмерного мира они сделаны уже из другого теста в них проявляется энергетический замес пятого измерения где все прозрачно где видна истинная суть человека где люди воспринимаются на уровне энергии а не слов у таких людей почти полностью отсутствует эго причем вовсе не обязательно что они не приспособленные к жизни бессребренники они могут быть вполне благополучными людьми но их внутренние отношения к своему социальному статусу и достатку а соответственно и поведение кардинально отличаются от сложившихся стереотипов поведения и образа жизни людей их круга которые кичатся своим высоким положением и делают все возможное чтобы ему соответствовать людям обладающим сознанием пятого измерения свойственно внутренняя свобода во всех ее проявлениях которое как правило вызывает восхищение одних и осуждение других но те кто уже встал на путь духовного развития чувствует и ценят чистоту душ и независимость суждение этих новых людей у тех же кто еще полностью находится во власти трехмерного мира такие люди вызывают гнев раздражение осуждение страх я знаю что многим из вас это уже знакомо так как же вам вести себя родные мои если вы относитесь категории людей обладающих уже сознанием пятого измерения конечно прежде всего в любых обстоятельствах оставайтесь самими собой и никогда не таите обиду на тех кто вас осуждает будьте терпеливы снисходительные мудры ведь вы понимаете что эти люди находятся под воздействием глубоко укоренившихся в них программ дуального мира которые столько веков внедрялись сознание человека когда-то придет и их черед обрести внутреннюю свободу независимость поведения и суждений а пока они находятся в начале пути уважайте их право на собственное мнение не повторяйте их ошибок ведь вы уже стоите одной ногой в новом энергетическом пространстве пятого измерения благословляю вас на это родные мои любящий вас безмерно отец абсолют говорил с вами приняла марта вы прослушали тему сознание пятого измерения